Несмотря на то, что модели Santa Fe исполнилось всего два года, марка Hyundai организовала ее обновление. Притом корейцы не только провели подтяжку лица, но и расщедрились на большую модернизацию техники. Так большой кроссовер переехал на новую платформу, которую уже примерили Kia Sorento и Hyundai Sonata. Архитектура шасси осталась прежней, однако другая компоновка агрегатов позволила снизить центр тяжести, а значит улучшить управляемость и безопасность. Гамма силовых агрегатов осталась засекреченной, хотя скорее всего моторы будут позаимствованы из линейки упомянутого Sorento. Объявлено лишь, что Santa Fe предложит сразу пару гибридных версий, обычную и подзаряжаемую. Также корейцы поспешили заявить систему Trade Mode. Водитель сможет выбирать настройки ездовой электроники, при том половина пресетов заготовлена для выездов на бездорожье. Это режимы песок, снег и грязь. Что касается внешности, то дизайнеры освежили знакомый образ достаточно радикально. Внешне Santa Fe теперь напоминает новейшую Sonata. А фирменной фишкой модели отныне стали Т-образные ходовые огни. Сзади перемен немного, но они заметны. В частности появилась новая оптика, в которую вписаны секции заднего хода. Между фонарями растянулась красная перемычка. Плюс такая же полоска отныне украшает бампер. В качестве опции доступен любопытный стайлинг-пакет. В него входят 20-дюймовые колеса и окрашенный обвес кузова. Раньше самыми большими были колеса на 19 дюймов, а защитный пластик мог быть только черного цвета. В описании салона фирменный пресс-релиз активно упоминает слово «премиум». Это объясняется тем, что весь жесткий пластик уступил место мягкому, а медийные возможности бортовой электроники удалось подтянуть до современного уровня. Так Hyundai отказалась от центрального дисплея на 8 дюймов, перейдя на 10-дюймовый формат. Причем для большего удобства инженеры вдобавок внедрили горячие клавиши. Консоль и тоннель полностью новые, а вместо традиционного селектора автомата установлен компактный кнопочный пульт. Аналоговые приборы по последней моде уступили место 12-дюймовому экрану. Оттягивать старт продаж корейцы не стали. На родине марки живые машины появятся буквально через несколько недель, а в Европе — в начале осени. Российский офис пока молчит по поводу сроков будущей премьеры.